многослойный хачапури с грибочками капец я не ела с самого утра время 5 ребята всем привет с вами алина летучего и мне немножко стыдно потому что у нас рубрика рецепты выходит с небольшой задержкой но зато она того стоила и у меня как всегда немного crazy бомбанутые рецепты и открывает наш список сегодня каша без классического ее понимания это что-то между кокосовым муссом пшенкой и омлетом в одном в общем то что вы скорее всего на 99 процентов никогда не пробовали я вам советую готовится на раз-два и плюс этот рецепт подходит для тех кто придерживается кето диеты и да тут маленький нюанс это не только в качестве соображения диетических но часто у людей у которых есть сейчас какие-то ограничения по здоровью тоже врачи назначают попробовать такое питание поэтому здесь выбирайте сами ну попробовать я думаю эту кашу точно стоит единственное что она получается в достаточно маленькой порции так как она сытная и вы можете увеличивать количество ингредиентов пропорциональные если будете готовить например своему мужчине что-то подобное рецепт номер два у нас супер романтичный домашний таким с воспоминаниями из детства запеканка с мясом и пюрешкой картофельной называется это все пастуший пирог я бы посоветовал делать все таки чуть более жидкую картофельную основу мне нравится даже пускай пирог чуть-чуть разваливается но делайте пюре в классической его версии не только вот яйцо его вообще можно убрать я бы добавила туда либо сливки если вы едите либо какое-то альтернативное молоко чтобы это была прям такая немного развалившиеся кашица я ела один раз в подаче в ресторане русский такую запеканку и с тех пор собственно я мечтала ее приготовить там она была более жидкой версии я вам советую если же вам нравится чтобы ложка стояла делайте четко по моему рецепту и третий у нас рецепт как обычно я тебя слепила из того что было это сэндвич я очень люблю использовать тортилью в простых закусках или завтраках я делаю их сладками деканвертики с бананом шоколадом делаю с яйцом делу с рыбой делаю с каким-то альтернативным творожным сыром если нахожу что-то безлактозное так как у меня тоже есть свои какие-то нюансы которых я придерживаюсь но сегодня мы с вами попробуем запечь тортилью с ветчиной сыром грибами сыр кстати мне тоже безлактозный по ходу видео буду вам все рассказывать и огурчиками в бурбоне в общем давайте начинать и так наш с вами первый рецепт будет это кокосовая кето каша и если вдруг вы сидите на какой-то диете у вас сейчас есть ограничения по здоровью или вам абсолютно надоели уже геркулес и иже с ними я советую попробовать потому что это реально очень необычный рецепт он элементарно готовится возможно вам понравится многие девчонки писали там опять-таки у кого по здоровью есть необходимо сейчас ограничить количество углеводов и белков там в основном упор идет на жиры что это прямо спасение и такой новый вкус в обычном рационе так что погнали для рецепта нам понадобится всего несколько ингредиентов 1 столовая ложка кокосовой муки яйцо 30 грамм сливочного масла у меня она без лактозная вы знаете почему 4 столовые ложки кокосовых сливок соль и немного псиллиума в идеале если нет то добавьте побольше кокосовой муки псиллиум это такая выдержка крашеный подорожник по сути дела у меня он есть в таком вот пакетике понадобится всего 2 грамма для начала мы с вами смешиваем кокосовую муку яйцо псиллиум и соль в отдельной таре постарайтесь так размешивать чтобы не было никаких комочков консистенции на самом деле кокосовую муку можно сделать из обычной стружки и блендера параллельно в сотейнике смешиваем сливочное масло мы должны его растопить и добавить туда же 4 столовые ложки кокосовых сливок кокосовым сливкам и маслу теперь добавляем нашу яичную смесь и продолжаем активно все это дело помешивать для того чтобы консистенция стала приблизительно как густая сметана получается не очень большая порция но она очень сытная и для украшения можно взять какие-нибудь ягоды типа голубики манго или у меня есть домашние такие сушеные яблочки получается очень вкусная и интересная каша немного похожа на пшонку наверное но у нее нет альтернатив она такая кокосовая и достаточно сладковатая за счет кокосовой стружки как обычно немного шизанутыми рецептами на завтрак мы закончили это мой фирменный стиль мне кажется и теперь мы переходим к нашему общественному правилу который мы взяли из видео и к лайфхаки последние если вы не видели то обязательно посмотрите его мы достаем и потихонечку начинаем размораживать морозилку и мне кажется у любой хозяйки есть дома картофель и фарш фарш нам понадобится говяжий и по ингредиентам здесь на самом деле все очень просто рецепт называется пастуший пирог и может быть вы помните такую запеканку с пюре и фаршем из детства я на самом деле и очень сильно любила это немного такой обгрейзенный рецепт для этого рецепта нам понадобится 14 килограмма картофеля в очищенном виде если вы будете как-то взвешивать это 1 и 2 килограмма чистом виде лука 200 250 грамм это нам понадобится для обжаривания фарша его мы берем около 500 грамм я как обычно люблю экспериментировать и большую часть брала на глаз а также вам понадобится соль если хотите добавить специи то тоже можно ваши любимые но я предпочитаю такую в данном случае чистоту детского блаженного вкуса также вам понадобится где-то 34 луковицы они луковица зубчика чеснока но у меня сегодня чеснок в сушеном виде не успела купить масло для обжарки лука и сливочное масло для пюре и одно яйцо для того чтобы стабилизировать нам слои и пюрешки иначе она может просто иметь не совсем ту консистенцию которую нам надо а также нам понадобится сыр для верхушки для того чтобы запечь наш пирог я взяла моцареллу во вкус вел без лактозы потому что я лактозу не употребляю и сливочное масло к слову у меня тоже чтобы никто не придирался без лактозное тоже беру его там же так ну и погнали сначала мы ставим картошку вариться на самом деле для того чтобы это произошло чуточку быстрее я сразу ее нарезала на кубики и оставлю духовку на 200 градусов добавляем немного масла для жарки и обжариваем лук до золотистой корочки когда лук у нас стало золотистого цвета можем добавлять туда фарш и доводим его до готовности пока он не станет коричневого цвета займется это где-то может минут 8-10 и добавляем сюда же немного соли и чеснока и кстати для того чтобы фарш обжарился его нужно интенсивно помешивать и можно прибавить огня так сначала натираем 100 грамм сыра вы можете взять абсолютно любой который вам больше нравится который хорошо плавится и переходим с вами к проверке картошки но тут наверное все уже каждая хозяйка знает что если от вилки она отстает и просто сваливается значит картошка у нас готова да и у нас тоже она сварилась поэтому собственно мы добавляем туда 50 грамм сливочного масла ждем пока она растопится и начинаем его с помощью толкушки перемалывать кому как удобнее кто-то делать в блендере это все на ваш вкус но для стабилизации вот этого массы чтобы она не получилась слишком жидкой не растеклась и все подружилась между собой нужно добавить одно яйцо соответственно после того как пюрешку мы взбили ждем прям чуть-чуть чтобы она остыла и вмешиваем туда яйцо можно прям с помощью вилки и все собственно мы переходим с вами к нашим прослойкам будем делать все по классике сначала добавляем пюре слой фарша еще один слой пюре и сыр смотрите если у вас форма кстати с сужением снизу то вам понадобится чуть меньше половины фарша на не снова условно делим визуально нашу пюрешку на 2 части выкладываем наш слой предварительно можно форму смазать с помощью там любой подсолнечного или сливочного масла закрываем фарш верхним слоем пюрешки и посыпаем все моцареллкой равномерно распределяем насколько это возможно потому что оказывается безлактозная моцарелла она чуть более влажная и другой консистенции поэтому здесь просто смотрите по вкусу и убираем духовку на 15-20 минут вот так выглядит пастуший пирог это выглядит очень сексуально красиво и есть такие приятные воспоминания сразу можно дать остыть запеканки 15-20 минут где-то и затем просто ее порезать на кусочки с помощью лопатки наложить на тарелке ну а мы с вами приступаем к третьим рецепт ну и третий рецепт мне кажется что такое есть у каждой хозяйки который называется я тебя слепила из того что было кто-то готовит там бородинский хлеб с колбасой яйцом там помидором и всем что есть перемешку и это такая фирменная яичница в общем у каждого есть что-то такое у меня сегодня будет мега бутерброд я даже не знаю как его назвать в моем исполнении я очень люблю грибы я очень люблю сыр и вчера когда я нашла безлактозную моцареллу точнее вспомнила про нее искусил я решила что пора пора сделать какой-то необычный завтрак из тортилии сыра грибов и вообще у нас все-таки было обещание разбирать морозилку я это активно делаю так что грибочки у меня были заготовлены в лесу собирала летом вы можете взять соответственно если у вас есть замороженный шпинат вместо грибов шпинат вы можете взять просто ветчину какую-то и так далее у меня будет соленый огурчик сыр кстати помидор бы тоже хорошо вписался ветчина и грибы собственно мы будем просто наслаивать это все и так как у нас уже была зажженная духовка я ее оставляю включенный только меняю на 160 градусов и мы просто с вами и запечем в виде блинного тортика мне кажется что это будет очень классно но точно такой же рецепт как слоеный такой пирог можно сделать и на сковороде во первых вы можете это сделать для всей семьи просто покупаете две пачки тортилии а не одну как это сделала я и соответственно между каждым слоем кладите что-нибудь вкусненькое и потом накроете крышкой и подождите пока сыр вас расплавится все гениально и просто первое что мы делаем мы ставим с вами грибочки вот так вот на огонь подсаливаем можете добавить лука если хотите но я просто их чуть-чуть так скажем побольше хочу обжарить заодно подогреть отдельное а мы с вами пока займемся нарезкой моцареллы а вот и тот самый волшебный звук который означает что наше видео с готовкой подходит к концу и я если честно обожаю эти моменты потому что видео с рецептами занимают у меня от там пяти часов съемки иногда это целые там практически сутки достаем наш сэндвич я тебя слепила из того что было и я пошла лично все это дело пробовать ну что ребята у нас видео с вами подходит концу это мое любимое время дня потому что видео с рецептами снимается очень сложно очень долго муторно но при этом потом так вкусно их все кушать есть у меня один наверное совет по поводу сегодняшнего приготовления вы если будете делать кашу не только для себя а для кого-то тоже то можно использовать соответственно больше ингредиентов больше яиц потому что ее получается мало но она действительно сытная этого достаточно и также для тех кто будет повторять запеканку я бы все-таки сделала более жидкую пюрешку чтобы он такая пусть она будет разваливаться в тарелке но она будет такой сочный домашний поэтому можете добавить сливки можете добавить молоко как вы обычно готовите вот это вот плотная запеканка это конечно классно но в этом наверное и смысл чтобы добавлять чуточку своих каких-то ништячков в рецепты которые мы вспоминаем или берем там от мамы или из каких-то ресторанов так что я всем желаю приятного аппетита для тех кому видео понравилось не забудьте пожалуйста поставить пальчик вверх я очень для него стараюсь и и всем хорошего настроения пока пока